В этом году мы поставили цель, чтобы один миллион людей по всему миру обучили еще одного человека хотя бы трехминутной йоге. Кого-то из своей семьи, друга или кого угодно. Один миллион людей. Мы назовем вас Йога Вира. Мы дадим вам инструменты, простое трехминутное видео. Так что мы хотим найти один миллион людей, которые обучат этой простой форме йоги как минимум еще одного человека. Но когда они познают, какую радость приносит трансформация жизни другого человека, я уверен, что на этом они не остановятся. Что бы мы ни делали, пишем ли мы книгу, готовим еду, строим здание, в сущности вы делаете все это только для того, чтобы прикоснуться к жизни другого человека, не так ли? Спросите наших преподавателей. Всего за 3-5 дней они касаются жизни других людей так, как не смогли соприкоснуться с ними их близкие за 25 лет. Это невероятный дар. Ведь когда ты можешь предложить кому-то инструмент, который изменит их жизнь, ты даже не можешь представить, как глубоко ты соприкоснешься с ними. Мы хотим, чтобы эту радость познали миллионы людей. Йога для благополучия. Йога намаскар. Йога намаскар — это мощная практика сама по себе. Она невероятно активизирует поясничную область позвоночника, укрепляет мышцы вдоль позвоночника, усиливая его так, что с возрастом позвоночник не проседает и, как следствие, не происходит защемления нервов. В том случае, если процесс разрушения уже начался, йога намаскар — лучший способ восстановить позвоночник. Эта практика оказывает разностороннее полезное влияние на все тело. Йога намаскар — это очень простой и целостный процесс сам по себе. Для практики йога намаскар необходимо состояние ощущения легкости в желудке, то есть примерно через полтора часа после еды. Людям с грыжей и беременным женщинам на третьем и четвертом месяце беременности следует избегать делать йога намаскар. Начиная с пятого месяца и далее, беременные женщины могут продолжать практику, если это будет для них комфортно. Встаньте, поставив ноги врозь на комфортном расстоянии, параллельно друг к другу. Руки и плечи должны оставаться свободными и расслабленными. Глаза открыты. Зафиксируйте взгляд на точки прямо перед собой. Зафиксировав взгляд, сложите руки в намаскар, соединив ладони перед грудью. Это исходное положение. На вдохе поднимите ладони вверх над головой. На выдохе опустите руки вниз за голову, так, чтобы основания ладоней оказались у вас за шеей. На вдохе поднимите руки вверх. Пальцы направлены вверх. На выдохе опустите руки вниз перед грудью. Это первый шаг. Повторите это три раза. Шаг второй. На выдохе издавайте звук, идущий из основания горла. Шаг третий. Все время пальцы должны быть сложены вместе и направлены вверх, даже когда вы опускаете ладони за шею. Поднимая руки, делайте полный вдох. Опуская руки, делайте полный выдох со звуком. Повторив это три раза, опуститесь вниз на корточки. Шаг четвертый. На вдохе поднимите руки. На выдохе со звуком опустите ладони за шею. На вдохе поднимите руки. На выдохе опустите их к груди. Теперь на вдохе вытяните ладони прямо перед собой. На выдохе возвратите руки к груди. Выполните это три раза. Шаг пятый. Вдох. Руки наверх. Выдох. Вниз. Вдох. Наверх. Выдох. Вниз. Вдох. Руки перед собой. Пальцы направлены вперед. Выдох. Руки к груди. Еще раз. Шаг шесть. Вдох. Руки наверх. Выдох. Выдох. Вниз. Вдох. Наверх. Во время всей практики глаза открыты. Взгляд зафиксирован на точке перед собой. Выдох. Вниз. Вдох. Руки перед собой. Выдох. Руки к груди. Шаг седьмой. На вдохе, удерживая намаскар, вытяните ладони перед собой. Опуститесь на колени. Вытяните большие пальцы ног за собой. Тело опирается на пятки. Сложите руки так, чтобы большие и указательные пальцы соприкасались, образуя треугольник. Руки слегка согнуты в локтях. Это баласана. Оставайтесь в таком положении не менее двух минут, или пока не восстановится дыхание. Это один цикл йога намаскар. Для этой практики существует модификация. Люди с грыжей, а также те, кому трудно присесть на корточке, могут подложить под пятки подушку толщиной 1,5-3 см во время приседания, убедившись, что даже во время приседания ваши ступни параллельны друг к другу. Продолжение следует...